Продолжение следует... И в современности очень сильно сохраняются этнические традиции. По крайней мере, праздничный стол или стол, когда принимают гостей, он целиком состоит из традиционных блюд, блюд старинных, которые восходят к традиционному народному и крестьянскому, или к придворному, богатому, но все равно традиционному питанию состоятельных людей. Какие компоненты можно выделить в питании народов Кавказа? Ну, представьте себе диаграмму, где было бы пять столбиков. Первый столбик – это дикорастущие. Это продукты собирательства, ну, отчасти продукты охоты тоже, но вообще сейчас дичи осталось на Кавказе мало, поэтому серьезно ее включать в рацион невозможно. Охота имеет скорее спортивное значение. А вот собирательство дикорастущих растений очень везде на Кавказе распространено. Это ягоды, дикие фрукты, в особенности дикая слива и дикая груша, которые заготавливаются в большом количестве. Их сушат, варят из них пастеулу. Эту пастеулу тоже высушивают, она запасается на зиму. Кизил, шиповник. Ну и в особенности весной очень большое количество диких трав. Пока они нежные, их собирают, во-первых, весной во всех домах салаты из этих диких трав, пирожки с начинкой из разных диких трав. Это портулак, сосапариль, разные зонтичные растения, просверняк, такая мелкая дикая мальва, по-армянски ее пиперт называют, а портулак, дандур, и по-грузински, и по-армянски. И многие-многие самые разнообразные дикорастущие растения. Собирательство дикоросов наряду с охотой и рыбной ловлей было основным занятием и основным источником существования палеолитического еще человека. Это самая первая форма пищи, которую человек освоил. Даже на своем еще до-человеческом состоянии. Второе это земледелие, злаковое земледелие преимущественно. То есть возделывание пшеницы, полбы и ячменя. Оно возникло на основе собирательства. То есть первоначально люди находили заросли, где росла дикая пшеница или дикий ячмень. Собирали эти зерна, вытряхали из колосев, потом поджаривали, перемалывали в муку или крупу, варили кашу. Мы учились значительно позже делать хлеб. И это стало основой нашего питания. Не только на Кавказе, но во всей Европе и в значительной части Азии и в Северной Африке пшеница, ячмень, полба. Это то, что влежит в основе питания в виде хлеба, в виде лапши, в виде лаваша, каши, ну, чего угодно. Это второй столб. Третий столб, он тоже характерен для Европы и Западной Азии. Он возник, как и о домашнивании пшеницы и ячменя, возник недалеко от Кавказа или в ареале, включающем в себя Кавказ. Это скотоводство, животноводство. Преимущественно молочное. Здесь вот, в районах непосредственно к югу от Кавказа или даже захватывающих Южный Кавказ были одомашние овца и корова. От овцы в первую очередь получали шерсть, конечно, мясо тоже ели. Корову крупный рогатый скот тоже сначала в основном просто ели, но потом сообразили, что гораздо продуктивнее и экономичнее доить коров. И с тех пор крупный рогатый скот держит прежде всего в качестве молочного скота. Есть много народов, скажем, в Индии или в Восточной Африке, где или коров вообще не убивают никогда и не едят говядины. Или, если убивают, то только для жертвоприношения. Ну и тогда, конечно, часть там сжигают на алтаре, но 95% съедают сами, но практически только в случаях вот таких жертвоприношений и удаётся людям поесть мясо. И должен сказать, что на Кавказе тоже. Всё-таки в основном люди питались зерновыми и молочными продуктами. Есть даже такая армянская поговорка «Хлеб и сыр» поешь и делай дело. И действительно, люди в основном обходились хлебом, сыром и до сих пор, скажем, на армянском столе если есть хлеб, сыр, ну и чего-нибудь выпить там, скажем, водочка или вино, можно считать, что угощение состоялось. Там может быть ещё что-то добавят, но можно ничего и не добавлять. Если это есть, значит ты достойно угостил гостем. Всё. Мясо совершенно необязательно. Там или яйца, там или рыба и так далее. Это необязательные компоненты. И в обычной жизни хлеб, сыр, матрон или матрония по-грузински, кислое молоко, суп на молочной или кисломолочной основе, заправленной какой-нибудь крупой. Там какие-то пряности, кинза, укроп, какая-нибудь пряная травка ещё. Вот из этого состояла нормальная еда нормальных трудовых людей. А мясные блюда разнообразные, там шашлыки, кебабы всякие, сауса и так далее. Они ели, конечно, с большим удовольствием, но это им удавалось есть или во время жертвоприношений семейных или фамильных, или общесельских, или во время свадеб свадеб и поминок, которые тоже можно рассматривать как определенную форму религиозного действия, жертвоприношения богам для благополучия или для проводов покойников в лучший мир, или для заклинания, мольба богам о благополучии новой семьи, которая создается в момент свадьбы. Это третий столбик. Четвертый столбик возник значительно позже, но все-таки уже во всяком случае в бронзовую эпоху, потому что уже в памятниках государства Урарту как минимум две тысячи лет тому назад мы уже встречаем следы развитого фруктового плодоводства, скажем, яблоки, культурные сорта груш, слив, абрикосы, персики и виноградерство. Везде на Кавказе, где есть возможность выращивать виноград, эту возможность использовать и виноград выращивать в больших количествах. Если урожай был хорош осенью, если зерна в закромах много, то виноград в основном можно пустить на вино. И в огромных кувшинах еще в урардское время и сегодня тоже и крестьяне, и большие винодельческие хозяйства запасают это вино, потом его или разливают по бутылкам, продают, или в течение года выпивают сами. Но не ради вина все-таки так распространилось виноградарство на Кавказе. И кроме того, есть большие группы мусульман, ну теоретически все, на самом деле многие пьют и всегда запрет на потребление вина был условным запретом и не очень четко соблюдавшимся. Но есть, тем не менее, целые щелы, где вы не найдете ни одного человека, который пил бы виноградное вино, тем не менее, виноград они выращивают. Они выращивают его для того, чтобы получить изюм, для того, чтобы делать чурчхелы, вот такие колбаски, какие-нибудь орехи или тот же изюм, который макают упаренный виноградный сок, и они получаются, высыхают, или делать виноградную пастилу, или какие-то другие запасы, просто съедобные, умеренно сладкие на вкус, и которые хранятся неопределенно долго. В значительной степени технология производства таких вещей, особенно в Чурчхел, была связана с военными предприятиями, с дальними походами. Ну, сейчас в НЗ, скажем, летчика или другого военного какого-нибудь человека входит шоколад или что-нибудь подобное, а тогда это были Чурчхелы, потому что это очень калорийное, не портится, немного весит, немного места занимает, просто под седво в сумку какую-нибудь засунул, и в случае, если никакой еды нет, можно много дней этими Чурчхелами питаться. Так что, если урожай нехорош, если видно, что зерна до весны, когда полезут эти дикорастущие травы, спасение для голодающих весной крестьян, у которых закончились запасы хлеба, зерна и муки, если видно, что не хватит, тогда вина вина делают мало. Немножко делают, конечно, но мало, а основную часть превращают в визюм, в чурчевы, в пастилу, и это особная еда, которая помогает растянуть зерновые запасы на подольше, и которая может быть потреблена даже тогда, когда зерновые запасы кончатся. Вот этим объясняется большое развитие виноградовства на Кавказе. Ну и наконец четвертый, это четвертый столбик, и пятый столбик, который появился недавно, в основном в 19 веке, это овощеводство. Конечно, овощи были известны на Кавказе и раньше. Огурцы, лук, чеснок знали еще древние шумеры в Месопотамии. И на Кавказе известны были различные овощи, но их ассортимент был ограничен. В основном это был лук, чеснок, части огурцы, ну вот, может быть, свекла еще, редиска. Еще в конце 19-го, начале 20-го века по моим собственным полевым исследованием я опрашивал стариков, которые помнили еще то время, где-то в 60-е, в 70-е годы. Они говорили, да, мы делали толму. Толма это голубцы маленькие, которые делают из мясного фарша, но есть и постная толма, которую делают из смеси полбы и гороха чечевицы. вот из этих бобовых делают фарш и заворачивают это в виноградные листья. Закрепляют там ниточкой, чтобы не развалилось, и варят. Очень вкусно, особенно, если есть соус хороший, такой, скажем, из кислого молока с чесноком. И сейчас очень часто, если вас приглашают в гости в грузинский или армянский дом, и в Азербайджане тоже, вас угостят такой толмой. Постную толму сейчас делают тоже, но если раньше ее делали от бедности, то сейчас ее делают как украшение, как воспоминание о старинных временах, и она как раз является очень почетным угощением. А вот голубцы капустные с мясной начинкой, ну, их обычно для гостей не делают, их делают сами для себя, потому что это считается еда простецкая. Так вот, мои информаторы, которым было по сто лет, говорили, что в их молодости постные голубцы делали даже не из виноградных листьев, а большие листья крапивы брали и заворачивали зерно с чечевицей вместе и варили. Это было дело обычное, незамысловатая еда, которую, конечно, гостей не угощали. Гостей угощали голубцами из виноградных листьев. Но если уж совсем хотели шик какой-то показать и очень дорогих гостей чем-то ценным угощать, их угощали голубцами из капусты. Потому что капусты было мало. Она росла только там, где можно организовать искусственное орошение постоянное. А на Кавказе далеко не везде это можно организовать. Поэтому капуста ценилась, капуста была относительно дорогим овощем. И голубцы с капустой тогда были предметом роскоши. Вот так вот перевернулась шкала ценностей. То, что было простецким, бедняцким, стало сейчас самым изысканным. То, что было самым изысканным и дорогим стало самым простецким и повседневным. Но это и на других примерах пищи можно выяснить. Я просто хочу сказать, что овощеводство, развитое овощеводство с большим количеством овощей появилось достаточно поздно на Кавказе. Даже зачатки его по отношению многих культур появились только в 18-19 веке. И причина этого, во-первых, что тогда не было такого орошения миллиардации земель. Мало было места, где можно было разбить огороды. А во-вторых, мы даже редко отдаем себе отчет, какое большое количество из всего того, что мы поедаем, попало к нам благодаря открытию Америки. попало к нам благодаря американским индейцам, которые эти растения одомашнили, которые после Коумба стали привозить в Испанию, и которые довольно медленно из Испании распространялись в Италию, в Северную Африку, в Египет, оттуда попали в Сирию, в Турцию, и только из Турции в конце концов попали на Кавказ. Пока они прошли всю эту дорогу из Америки через океан в Испанию, потом из Испании по Северной Африке в Египет и в Турцию, и потом только на Кавказ, прошли века. И эти растения на Кавказ попали только в 18-м и изредка в 17-м, а часто даже и только в массовых масштабах только в 19-м веке. Я вам перечислю эти растения. Картошка, помидор, подсолненных, следовательно, и подсолнечное масло, до этого употреблялось льняное или конопляное, перец такой сладкий и острый, ну, красный перец, ручковый перец. Самое главное кукуруза, кукуруза, которая вытеснила почти полностью проса и в значительной степени вытеснила и пшеницу. Сейчас на Кавказе кукурузная лепешка, кукурузная каша, паста кукурузная, вареная кукурузная крупа, которая является основным предметом питания, скажем, у абхазов, у черкесов и так далее, и так далее. Табак, конечно, не курили до того, как табак появился, или курили, скажем, опиум, гашиш, какую-нибудь гадость всякую, вспоминать об этом не хочется. А сейчас табак, ну, более-менее, конечно, лучше и табак не курить, но, во всяком случае, те, кто курит, должны помнить, что этим табаком они обязаны американским индейцам. Так что масса овощей, большинство сортов тыкв и кабачков, до этого была только одна вот такая здоровая тыква в Средиземном море была известна, а кабачки, джукини, всякие, потешоны и так далее, и так далее, это все появилось из Америки, и только крупные бобы и чечевица были известны, а фасоль, огромное разнообразие всех сортов фасоли, это тоже появилось из Америки. Так что вычтите сегодня из кавказской кухни, уберите все американского происхождения, там кушать-то вообще ничего не останется. Так что современная кавказская кухня, даже традиционная, она сформировалась сравнительно недавно. Я говорю про этот пятый столбик, это вот овощеводство. Овощеводство это занятие земледельцев в пригородных районах, потому что овощи долго не хранятся, и ну там, конечно, но должен быть консервный завод или должен быть какой-то город, где постоянный спрос на овощи имеют. Скажем, молоко можно хранить, сыр хранится долго, высушенный творог хранится, я не знаю, годами, его можно натереть и делать молочный суп из такого порошкового творога высушенного. хурут называется на всех тюркских чертан, то есть сухой, сухая сыворотка называется по-армянски, до по-грузински, много разных слов, но это все одно и то же. Это все хорошо хранится, и сухофрукты хорошо хранятся, и виноградные продукты хорошо хранятся, овощи не особенно хранятся, овощи сушить трудно, заготавливать их надо, закатывать, консервы, овощи это уже компонент городской кухни. Но чем больше распространяется городская модель питания, тем больше распространяются в нашем быту и занимают уже лидирующее место овощи и всевозможные овощные блюда. И вот характерно это можно было заметить недавно, когда после распада СССР в новых независимых государствах, да впрочем и во многих районах России достаточно голодно и скудно жилось, когда совсем уж плохо, ну люди прибегали, очень расширяли свою активность по сбору дикорастущих растений. А так в основном перебивались в общем хлебом второй столбик. хлебом почти без ничего, все остальное было слишком трудно достать, даже молочные продукты. Но если чуть получше, то хлеб в сочетании с молочными продуктами, хотя бы с простоквашей, с кислым молоком, повышенное внимание, которое уделяется и возделыванию, и потреблению, и переработке фруктовых и овощных продуктов, это уже, конечно, связано с относительным изобилием. А если центр тяжести внимания земледельцев и торговли и пищевой переработки перемещается на овощные продукты, значит, это уже городская современная модель, и значит, уже наступило достаточное благополучие в обеспечении населения продуктами питания. Это основные компоненты кавказского стола. Оставим пока в покое первый столбик или первый пласт, если развернем таблицу. Это дикорастущие травы, ягоды, дикие фрукты, такие как шиповник, малина, кизил, дикая груша, дикая слива. Достаточно много делается на Кавказе разных приготовлений из этого, но все-таки их рассматривают так же, как и приготовления из культурных плодов и культурных овощей, а дикорастущие травы это просто дикорастущие овощи. Клубни поды, корни поды на Кавказе мало распространены, их не выкапывают, но в основном собирают молодые травы, ростки. Это овощи. Это все-таки вторично по сравнению с зерного мясо-молочной диетой. И основа основ это именно сочетание зерновых продуктов, молочных продуктов и по особым случаям или в быту высших своих населения, но это высшие свои населения вообще появляются достаточно поздно. А так все люди питаются живущие сельской жизнью, все питаются одинаково. Так что мясо присутствует всегда в кавказской пище, но в ограниченном масштабе. Опять-таки сегодня и в Армении, и в Грузии, да и в Азербайджане тоже очень популярным и высоко ценимым блюдом является хаш. Что такое хаш? это ножки, а также некоторые субпродукты, отмытые кишки и отмытый рубец, то есть желудок, внутренняя часть, которые очень тщательно скоблят, и ножки скоблят, и кишки, и рубец скоблят, чтобы удалить с них пленку, там всякие возможные засорения, а потом такую очень хорошо, тщательнейшим образом очищенные вот эти субпродукты варят, варят долго, варят всю ночь, а утром их едят. И потребителями хаши являются две категории людей. Они очень совпадают с потребителями лукового супа в Париже. Это либо золотая молодежь, которая всю ночь гуляла, пьянствовала, и под утро, чтобы опохмелиться, ест этот хаш, ну, а в Париже, соответственно, луковый суп, и потом укладывается поспать до полудня. Или наоборот, трудовая масса работяги, которые встали очень рано, в 6 часов, которые заправляются этим хашем, а он очень питательный, его едят вместе с хлебом, с лавашом, который впитывает себя весь этот наваристый клейкий сок. И вот, наявшись этого хаша, действительно, идут работать и делают тяжелую работу где-нибудь до позднего времени после полудня, когда они первый раз себе могут позволить какой-то обеденный перерыв или, так сказать, вообще какой-то перекус. Вот, любопытно, в таких разных местах мира, в Париже луковый суп, и вообще в центральной Франции, а в Армении, Грузии, отчасти Азербайджане вот этот хаш, он выполняет две разные, но, тем не менее, и там, и тут те же самые функции. А возник этот хаш, когда какой-нибудь феодал велел своим слугам зарезать бычка или несколько баранов для своего пира, мясо он жарил в качестве шашлыков или еще чего-нибудь, а эти ножки живут к требуху отдавал своим дворовым крестьянам и те были очень рады, что это им перепало, ну и возились с этим делом, превращали это в съедобную и вкусную еду. Вот тут тоже произошел такой перевертыш. То, что было бросовой едой, стало самой ценной, а то, что было основной едой, допустим, отварное мясо или поджаренное на сковородке мясо, это стало более или менее обычным. Но шашлык сохранил свою ценность и престижность, конечно, и по сей день. То, что варится, вареное мясо, оно допустимо в качестве священной жертвы. когда в качестве жертвы закалывают барана, ну, или бычка, но бычка редко закалывают, чаще закалывают барана, это должен быть баран, не овца, потому что жертвенное животное должно быть мужского пола, но молодое, чтобы мясо было не очень грубое, хорошее, то это мясо жарить нельзя. Его делают в доме, его делают женщины, и хаш варят женщины, и варят в кастрюле, в емкости какой-то. А если собираются зажарить, ну, раньше сковородки были неупотребительные, жарили на вертелах, или на решетке, жарили так гриль, это делают мужчины. И даже сейчас конечно это делается не в доме, и в общем желательно даже не во дворе, а где-нибудь на лужайке, в поле, недалеко от дома, но где-нибудь вот так вот, на вольном, на свежем воздухе. И значит в этом случае мясо находится не в каком-то объеме, а насажено на вертел. то есть вы видите, даже с точки зрения символики объема, объема, пустота в сосуде, это символ женского, какая-то штука, которой можно что-то проткнуть, это символ мужского, но этим дело не ограничивается, место женщины в доме, во дворе, в крайнем случае, на кухне, место мужика что-нибудь дома сидеть, он должен быть в крайнем случае на поле, работать, вкалывать, а еще лучше охотиться, а еще лучше значит ездить и кого-нибудь там убивать, грабить, добывать, вот, проявлять всячески свою мужскую сущность, поэтому его место в диком поле. Но дикая поле дома это святое место, это безопасное место, поэтому там женщины и дети, и там живут добрые духи, там иконы висят у христиан или какие-нибудь амулеты, если это не христиане, там живут духи, добрые духи, которые помогают жителям, там безопасное, милое, уютное, замечательное место, и вся святость сосредоточена в доме, а дикое поле, это дикое поле, оно полно опасностей, ужасов, там могут на тебя из-за любого куста напасть, и духи там, злобные в основном, очень опасные и коварные духи водятся в этом диком поле, это место для мужчин, и жареное мясо, оно привлекает к себе опасных злобных духов, поэтому его лучше в доме не есть, его лучше есть вот так вот, на свежем воздухе, и уж готовить безусловно на открытом воздухе, а вареное мясо, оно должно делаться в доме, и есть его нужно в доме, вот это развлечение между пищей домашней, женской, вареной, и пищей внешней, пищей дикого поля, пищей жареной на костре, пищей мужской в отношении мяса. Вот это основное развлечение, которое существует в кавказской кухне, ну, которое, конечно, за праздничным столом забывается, и там одновременно подается и хашвама, какая-нибудь вареная мясо, и одновременно подается там жареный поросенок, и шашвейк, и кебаб, и так далее, и так далее, но все-таки исконно, изначально, и во многих поверьях, и во многих представлениях это исконное развлечение сохраняется. Так что формы потребления мяса на Кавказе разнообразны. Мясо, конечно, считается очень престижной, очень ценной пищей. Есть и вареное мясо, есть и жареное, есть очень своеобразный, например, шашлык из кишок бараньих поджаренных на вертеле. Мне приходилось есть на литовках у пастухов во время летнего праздника в Армении в Ардавар, когда друг друга обливают водой, режут барашка, и вот в данном случае радостный такой праздник, его можно и поджарить, не обязательно варить, и кишки тоже можно намотать на палочку и поджарить на угольях. Ну, все-таки это или праздничное, или поминальное, или жертвенное блюдо, но мясо все-таки не основное. Естественно, оно сочетается с зерновыми продуктами, с хлебом. Лаваш его завертывают, на лепешку его кладут, из рубленого мяса делают пироги, особенно у горцев это принято, такие пироги с рубленым мясом, довольно тоненькие, ну и многое другое. А в основном же люди питаются зерново-молочной пищей. Как я уже сказал, хлеб-сыр, лапша с простоквашей, с чесноком, суп из крупы на молочной или на кисломолочной основе, ну и так далее. Много-много-много разных таких форм приготовления. Может быть, просто каша с кусочками сыра туда накрошенными или с топленым маслом. Так вот, формы потребления фруктовых продуктов, в особенности таких диких фруктов, как шиповник, кизил, дикая слива, они как бы копируют зерново-молочную модель. То есть, может быть, крупяной суп на кислом молоке, а может быть, крупяной суп на отваре сушеного шиповника или сушеного кизила. Он не сладкий, он такой кисленький. Ну, так же, как и на кислом молоке, суп чуть-чуть кисловатенький. Не очень шикарная еда, умеренно коварильная, но все-таки вот питаться ею можно. Или, например, хлеб-сыр. Как я уже сказал, подать хлеб-сыр это самое основное. Пришел гость, а если сыра нет? можно подать сквашенными овощами, в особенности дикорастущими. Например, в Армении очень популярен конский фенхель, так называемый, гиппомаратрум. По-латыни это зонтичное растение, которое весной собирают в большом количестве, его засаливают, заквашивают в бочках, и потом оно долго хранится. И вот подать ваваш и вот этот боги, конский фенхель квашеный, это так же престижно, как подать хлеб и сыр. То есть это не бог весь что, но, во всяком случае, это прилично. Поставив еще бутылочку водочки и считай, что ты гостя принял и что он уйдет не обиженный. То есть вот заквашенные овощи, чеснок, перец, огурцы, баклажаны, капуста и дикорастущие, там, дандур, портуак, вот этот бухи, они в какой-то степени заменяют сыр. Точно так же, как отвар кислых плодов, шиповника, кизела, дикой сливы, в какой-то мере заменяет кислое молоко и к мясу, а может быть и не к мясу, к яйцам, просто к лапше. Можно подать тузлук, кислое молоко, но соль с чесноком, с пряными травами, которые туда накрошены, а можно подать то, что у грузин называется сацабели или тхемали, это кислый соус из слив или из других каких-то аналогичных продуктов, ну, из помидоров ему можно делать еще кое-чего, тоже с чесноком, тоже с пряными травами, так что, в общем, то, что делается на основе кислого молока, аналогичный ему продукт делается вот на такой кисло-фруктовой основе. пироги, скажем, можно сделать с мясом, и это очень хорошо, можно сделать с сыром, и это тоже очень хорошо, но если нету ни сыра, ни мяса, то можно пироги сделать с мятой картошкой, или со свекольной потвой, или с какими-то дикорастущими травами, в особенности весной, просто одним из самых излюбленных блюд, которые готовят и сами для себя, и для угощения гостей, это пирожки плоские, где гораздо больше этой травы начинки, чем тесто. Вот, это очень вкусно, это и экономически здорово, потому что это, так сказать, экономия продуктов, в этот момент изобилие всевозможных диких трав, но это явно параллель мясу. И к вообще, и к рису, и к другой какой-нибудь каше из полбы, из проса приготовленной можно в качестве соуса подать мясной соус. Ну, в нем будет, конечно, лук, в нем будут пряные травы, но все-таки основу будет мясо. А можно сделать нечто овощное, ну, немножко мяса туда, конечно, желательно положить, но если нет, ну, пускай это будет овощной соус из разных овощей, такой, аджапсандал, там будут помидоры, баклажаны, чеснок, лук, все вместе тушеное, пряности туда положим, и это очень хорошее сопровождение будет, там, к рису, к лапше, да просто к лепешкам, к чему угодно. Таким образом, мы можем считать, что первичная система была молоко, зерно, мясо, ну, зерно особенно ничем не заменишь, хлеб мало чем заменишь, кашу тоже не заменишь. В голодное время бывает, что из каких-то делают, ну, там, частично муку все-таки ячменную, а частично перемалывают некие такие, ну, мелкие орехи, которые обычно не едят, только дети их едят, ну, плоды каркаса кавказского. По грузински это акаки, по армянски это брашни, это детская еда, это священное дерево, из него делают амулеты, ну, и в голодные годы из его ягодок, его орешков таких, перевомолов их подмешивали в муку и пекли хлеб. Это, конечно, не бог есть, какой был хлеб, но в голодное время все-таки это позволяло растянуть зерновые запасы. Но нехватку молока можно хорошо компенсировать разными вот такими взварами из кислых фруктов, а нехватку мяса можно хорошо компенсировать поджаркой, причем она бывает и на сковородке, и на мяне. Тоже хуровац делают армяне и из помидоров, и из баклажанов, и из перца, и в других местах это тоже делают. Вот часть мяса по крайней мере заменить овощным компонентом. Я уже сказал косвенно, только этих слов не употребил, что пища бывает профанная, обыденная, сакральная и ритуальная, праздничная. Вот отварное мясо от жертвенного бычка или жертвенного барана, а может быть даже от жертвенного петуха. Очень часто, если маленькое событие, то семья с хозяйкой семьи только петуха в жертву приносит или пару голубей. А это сакральная пища, естественно, это пища жертвенная. Есть пища праздничная. Самый большой праздник это свадьба. Это там будет и вареное мясо, там будет и жареное мясо, ну и так далее. Будет очень много чего. Есть пища профанная. Вот жареное мясо это профанное мясо. На поминках, при жертвоприношениях, при молениях, жареное мясо не принято, потому что оно притягивает демонов, как мы уже выяснили. Должно быть мясо отварное, которое сакральное, которое в благостных, в присутствии благих домашних духов было женщинами приготовлено. Есть пища обыденная. Макароны, лапша, даже такая домашняя лапша, ну, не считается она пищей для гостей. Все-таки гостя нужно угостить, ну, пирогами, скажем, чем-то вот таким праздничным. Я уже сказал, как когда-то гостя нельзя было угостить голубцами из чечевицы в крапиве. А вот голубцами из капусты это был самый высший шик. А сейчас все перевернулось. Сейчас голубцы из капусты это профанная пища, которую гостей, в общем, обычно не угощают. Ну, разве что там другие есть то сорта толмы, и тогда их можно парочку для разнообразия положить. Но только голубцами из капусты и гостей угостить как-то неловко. А вот голубцами как раз из крапивных листьев с чечевицей эта хозяйка будет гордиться и будет рассказывать, что, знаешь, я вот им почную толму подаваю из крапивных виноградных, а из крапивных их собрать это так, что, знаешь, как они кусаются, как это сложно. Но я это сделала. Вот так будет похваляться. Так что очень часто происходят вот такого рода инверсии. То, что было праздничным, становится обыденным, то, что было обыденно, праздничным, то, что было жертвенным и сакральным и сакральным, то становится профанным, но характерным для каких-нибудь перов. И то, что было запретным, становится рекомендованным. ну, например, на армянском поминальном столе запретен сегодня коньяк. Допускается водка и допускается черное вино. Но белое вино не допускалось. Сейчас эти запреты постепенно забываются. Есть даже пословица «Какая разница между свадьбой и поминками? Ай, на поминках одной душою меньше пьет. По-армянским мегуков покажет ему». Вот. То есть профанация произошла с сакральной поминальной службы и уже на поминках сами люди с неудовольствием, многие, особенно люди старшего поколения отмечают, что на поминках сейчас возможны такие формы пищи и даже такие формы поведения, которые раньше были возможны только на свадьбе. Это, в общем, можно очень ярко наблюдать в Армении, но можно наблюдать отчасти и в Грузии, отчасти и на всем Кавказе и так далее. Есть много региональных различий. Скажем, в Восточной Грузии на поминках жидкий плов с бараниной едят и вареную говядину едят. В Западной Грузии на поминках только постную еду, растительную. Никакой мясной, скоромной еды в Западной Грузии на поминках вы не найдете. Ну и много других таких вариантов. я же сказал, на Кавказе 50 языков, 50 народов живет. И не то, что у каждого народа свои обычаи. Среди грузин есть 20 групп. Это мегревы, сванны, аджарцы, гурийцы, рачинцы, эмеретины, картолинцы, кахетинцы, кезикцы, хефсуры, псавы, тушины, гудамахарцы, мухевцы, мтиунцы и еще там. И у каждой свои обычаи. И то, что священно для, допустим, мегрева или эмеретина, то совершенно не священно для Тушина. И если к мегревскому столу ты подошел, тебя приглашают, ты откажешься, тебя второй раз приглашают, ты откажешься, и на третий раз ты согласишься, то, извиняюсь, к Тушинскому столу такие штучки-дрючки должен бросить. Тебя пригласили, сразу садись. А лучше всего садись, даже когда тебя не пригласили. Просто так садись. И они сочтут это правильным. А если ты будешь скажешь, нет, спасибо, спасибо, я сыт, ну, сыт, ладно, ну, и бог, ну, а мы сейчас поедим, мы еще не сыты, нам поесть нужно. А даже один раз моего другу, он как-то так, это самое, ну, они зарезали свинью, сварили причем. Так обычно свинью жарят нормальные грузины, скажем, городские, картолинские. Здесь они свинью сварили, ну, и едят. А он пришел, сел, здрасте, ну, здрасте, здрасте. Потом через некоторое время старший хозяин на него довольно грубо сказал, ну, что не садишься? А что тебе еще, приглашение специальное нужно? Не видишь, что ты грузин, мы грузины, что к своим пришел, не к каким-нибудь враждебное племя какое-нибудь попал, сел бы сразу за стол. Чего ждешь церемоний? Вот такого рода различия, они очень распространены. И разные специфические блюда, и отношения к пище, и этикет. Все это очень разное, даже вот у таких мелких групп, скажем, как вот рачинцы и тушины, те и другие горные, но манеры, этикет, представление о том, что должно, не должно, у них могут быть очень разные, и у разных адыгов, скажем, у кабардинцев куриный желудочек считается не самым, вообще гостям его не подают, но детям дадут, а у адыгейцев наоборот, куриный желудочек начинят разными ароматическими травами, и самому дорогому гостю положат на тарелку, как вот самое почетное преподношение, а какая разница вообще между адыгейцами и кабардинцами? Как видите, отношения и пищи, как и других форм материальной культуры, одежды, жилища и форм духовной культуры, есть некоторые паттерны, есть некоторые принципы, которые общи для всего Кавказа, и в то же время они задают только какую-то общую схему, а в рамках этой схемы у отдельных народов, у отдельных групп народов, как этнических групп, так и социальных групп, в зависимости от религиозных, ну, скажем, у армян и грузин свинину прежде всего подают как самое ценное, а у мусульман, наоборот, свинина категорически запрещена, и на первый план выступает Баранина, ну, и много-много других таких различий. Тем не менее, тем не менее, при всех этих больших различиях, пестроте, разнообразии, которые являются культурным украшением Кавказа, все-таки имеются и некоторые общие черты, такие архетипические черты, уходящие своими корнями глубокую древность и отражающие сложную, многообразную, разветвленную историю всего Кавказа. Как в одной капле может отразиться целая вселенная, так и в одной какой-то культурной черте может отразиться вся история народа и ареала. Редактор субтитров Корректор А. Продолжение следует...